Однажды в число пациенток великого врача 18 века Франца Антона Мессмера попала юная фаворитка австрийской императрицы Марии Терезы, названная в честь нее Мария Тереза Парадис. Она была слепой с четырех лет. Лечение новым способом, магнетизмом, принесло плоды. Слепая прозрела. Однако, комиссия медицинского факультета Венского университета нашла, что она не излечена, а возвращенное ей зрение просто внушение. После пристрастных допросов ученых девушка вновь ослепла. Разразившийся при императорском дворе скандал вынудил Мессмера покинуть родину и переехать в Париж. Гениальность догадки Мессмера заключалась в том, что здоровье человека зависит не столько от физического организма, сколько от невидимой субстанции, которая находится вокруг тела и пронизывает его. До настоящего времени ученые ведут споры, существует ли эта субстанция, которую сейчас называют биополем или аурой? И действительно ли в ней, как в удивительном зеркале, отражаются все состояния человека? Биополе. Еще в глубокой древности знали, что вокруг человека существует невидимая глазу светящаяся оболочка, которую во многих культурах называли аурой. Считалось, что аурой окружены все вещи и предметы проявленного мира. И каждое физическое тело имеет свойственное только ему излучение. Во многих духовных учениях говорилось, что пораженная аура делает человека беззащитным. И что для лечения в первую очередь необходимо воздействовать не на тело, а на ауру. Когда мы говорим о биополе, об ауре, мы говорим об этих тех же вещах, но просто разным языком. По большому счету мы говорим о том, что не является веществом и то, что связано с человеком. Это и какие-то физические поля, и какие-то неизвестные поля, неизвестные природы. И прежде всего это те структуры, которые с древности хорошо известны, используются в медицине, но современные науки еще до конца идентифицированы. В современном медицинском справочнике об ауре говорится довольно скупо. Аура – это представление о существовании особого вида излучения биологических объектов, уровень и качество которого зависит от состояния организма. Никаких подтверждений наличия ауры с помощью физических исследований в настоящее время не получено. Но так ли это? Многие современные ученые говорят об обратном. Их опыты подтверждают знания древних о том, что именно состояние ауры определяет здоровье человека. Более того, считается, что аура необходима и для энергоинформационного обмена с окружающей средой, и между людьми. Исследование последних лет дает нам право говорить о том, что действительно аура является и энергоинформационной, и голографической оболочкой, если смотреть с этой точки зрения. Существует огромное количество формулировок и взглядов на данное явление. Его называют биополем, аурой, эфирным и тонкоматериальным телом. Но попробуем объединить эти понятия на более простом уровне. Биополем является совокупность известных физических полей – теплового, электромагнитного, магнитного и других, свойственных всем живым системам. Аура – это часть биополя, которая выходит за рамки физического тела и образует вокруг него полевую структуру в форме кокона. Говорить только о биополе, как составляющей части ауры, это будет неправильным. Говорить только об ауре, отдельном биополе, тоже будет неправильным, потому что это две взаимопереплетающиеся полевые структуры. В 17 веке ученый-алхимик и величайший врач Теофраст Парацельс, изучив мистерии греческого бога врачевания Эскулапа, предлагал действие магнита как средство для лечения различных заболеваний. Это он начал использовать для этих целей на магничные браслеты, пояса, кольца, ожерелья и ножные браслеты. Мы являемся свидетелями того, как подобные приспособления используются в наше время и активно влияют на наше здоровье. Этот метод оценил и расширил Мессман. В основе метода его лечения лежала теория животного магнетизма, по которой вся Вселенная и все живые организмы пропитаны магнетическим флюидом. Его правильный ток в теле человека и определяет отменное здоровье. Он считал, что любое нарушение в этой невидимой оболочке человека приводит к тому, что течение магнитных линий искажается, и в магнитном поле проявляются вихри, которые вызывают болезни. На базе многолетних наблюдений, в том числе и наших, при помощи нашей программы, мы пришли к выводу, что все нарушения функции биологического организма несут изначально информационный характер. Или другими словами, первичное нарушение происходит в полевой структуре ауры. Или другими словами, первичным является именно информационный вирус или информационный сбой в системе, который приводится в дальнейшем последствия под названием заболевание. Материалистическая наука почему-то всегда стремилась опровергнуть существование ауры, вероятно, считая, что человек — это только биологический организм, наделенный разумом. Показательным примером является созданная в свое время специальная комиссия для проверки методов Мессмера. В комиссию входили весьма почтенные ученые. Антуан Лавуазье, человек, открывший кислород, известный астроном Жан Байги, а также доктор Гильотен, изобретатель приспособления, позже названного его именем. Вывод ученых был категоричным. Мессмер — шарлатан, и никакого животного магнетизма не существует. По одной из версий, возмущенный Мессмер воскликнул, что запреты на изучение божественных сил природы плохо заканчиваются для тех, кто их налагает. По иронии судьбы, несколько членов этой комиссии, в частности Лавуазье и Байги, действительно закончили свой жизненный путь на Гильотене. Впрочем, как и доктор Гильотен, редкий случай, когда автору удается с такой исчерпывающей полнотой испытать собственное изобретение. Так как европейская наука развивалась больше в материальном аспекте, а не в духовном, эмоциональном, как на Востоке, то очень долгое время, вплоть до сегодняшнего дня, идеалистические мыслящие ученые и материалистические мыслящие ученые не могут прийти к общему выводу. Тем не менее, методы, применяемые Мессмером, действовали. Одним из самых эффективных средств лечения было удивительное устройство БАКЕ. Чан из дубовых досок, в котором были размещены бутыли с намагниченной водой. Из бутыли расходились железные прутья, которые передавали магнитный флюид, когда за них брался пациент. Как свидетельствуют современники, многие больные излечивались от тяжких недуг. В наше время заряженная вода всем хорошо знакома по ее использованию различными экстрасенсами. И этот феномен сейчас активно исследуется учеными. Вот, как, скажем, обычные экстрасенсы на этом уровне берут, то они берут жидкость, там, воду, да, там, или масло, или вида, говорят, что вот она заряжена энергией. Если мы говорим о простых вещах, все их знают, там, начиная с Кашпировского, Чумака, все эти заряженные воды и прочие вещи. Опять же, эти вещи действуют действительно, но они простые. То есть их эффективность, ну, примерно, как сравнить гоночные автомобили, самокат. На самокате тоже можно ехать, но далеко не уедешь. Одна форма вот этой биополевой энергии для одного человека может быть полезна, для другого она может быть просто вредна. И опять же, с древности все это было известно, и задачи как раз всех законов, такой биоэнергоинформатики древней, заключались в том, чтобы определить совместимость человека с определенными видами энергии. Но существовали и другие виды прямого воздействия через биополе. Они сохранились до наших дней и многим достаточно хорошо знакомы. Самые простые, это вот, ну, вроде такой деревенской магии, условно говоря, то есть это энергетическое целительство. То есть когда человек просто там накладывает руки или мысленно воздействует энергиями, ну, и старается, в общем-то, напитать, очистить, активизировать человека. То есть такие люди, они сохранились и сейчас на Украине, в Белоруссии, там, в Сибири. Такие вот бабушки-целительницы, конечно, их меньше, чем было раньше, но, в принципе, они еще есть. И все же многие ученые понимали, что человек – существо гораздо более сложное, чем биологический организм. И пытались доказать наличие излучений вокруг объектов живой и неживой природы, чтобы тем самым подтвердить существование ауры. В 19 веке выдающийся ученый Вильям Крукс тщательным образом исследовавший феномены спиритизма изобрел электронную трубку, которая при подаче электричества светилась тускло-зеленоватым светом. Он рассчитывал, что при помощи этого свечения возможно будет увидеть нематериальные явления. Позже немецкий ученый Вильгельм Рентген обнаружил, что трубка Крукса не только светится, но и дает невидимое излучение, которое свободно проходит через любое препятствие. Эти лучи и были названы рентгеновскими. Основываясь на этом, он решил создать прибор, который сможет наблюдать энергетическое состояние человеческого организма. И вот по сей день медицина пользуется этим прибором, хотя не придает ему именно информационно-энергетического статуса. Так как мы на рентгеновском снимке видим именно информационное состояние органов и систем в организме. В кругами Кирлиан был открыт эффект свечения вокруг объектов в электромагнитном поле высокой напряженности. Это подтверждало, что любой живой объект имеет биополе. Кирлиановский метод позволил не только сфотографировать биополе, но и проследить малейшие изменения его состояния. Это свечение показывает распределение энергии в организме. Любые разрывы в свечении обнаруживают область, где может крыться даже зародыш болезни. Более того, в 96-м году, если не путаю, был разработан и была получена Нобелевская премия на новый прибор. Еще более тонкий, еще более точный, чем рентгеновский, это магнитно-ядерный резонанс, который сегодня очень моден в медицине. А магнитно-ядерный резонанс нам предоставляет возможность увидеть опять именно информационную картинку человеческого организма в живом состоянии. Так что на этой базе можно говорить, что медицина действительно пользуется сегодня достижениями ученых, которые в основе своей идеи имели именно идею увидеть энергоинформационные полевые структуры организма. Значит, биополе и аура все-таки существуют, если существуют методы их регистрации. Некоторые опыты также обнаружили способность ауру воспринимать, накапливать и передавать энергию и информацию. А значит, люди, соприкасаясь с аурами, незаметно для себя обмениваются определенной информацией, и, к сожалению, эта информация далеко не всегда полезна. Когда мы говорим о ауре, о биополе, в этом случае мы не говорим о касаре, мы говорим о проникновении. То есть, когда я взаимодействую с другим человеком, то он проникает в меня внутрь, я проникаю в него или в нее внутрь. Мы все живем среди людей. Наши ауры постоянно переплетаются между собой на работе, в транспорте, на отдыхе. В результате человек цепляет далеко не самые чистые мысли и эмоции. Особенно это касается детей, у которых ауры всегда открыты, а это весьма опасно. Всем хорошо знакома ситуация, когда грудной ребенок беспокойно спит или долго плачет после ухода гостей. Мысли людей постоянно перетекают от одного человека к другому на огромные расстояния. Энергия даже непроговоренной мысли передается через контактирующие ауры и не контролируется сознанием человека. Опасность накапливается месяцами, годами, прежде чем выльется в неосознанное поведение, поступок или превратиться в депрессию или заболевание. Дефекты ауры, приводящие к нарушению функций органов и систем человека, можно рассматривать как энергоинформационные болезни. И наши предки называли это порчей и сглазом. Существует мнение, что через ауру также передается и родовое проклятие. Всем известно, получивший уже ход в разговорном языке, название сглаз. Что это такое сглаз? Сглаз это преднамеренное создание мыслеформы по-главатской. Передача этой мыслеформы из одного системного объекта человека к другому системному объекту человеку. То есть это, другими словами, является информационным вирусом. Разработанная профессором Александром Влаховым программа позволяет смоделировать на компьютере трехмерное изображение ауры. На рисунке совершенно отчетливо видно, в какой области внедряется информационный вирус и каким образом он способен деформировать здоровую ауру. Аура является не только носителем информации, но и в определенном смысле жизненной энергии. Осуществляется ли в этом случае обмен и энергиями между людьми? Ну и обмена информацией, и обмена какими-то энергиями. То есть тут уже вариантов ведь очень много существует. И не даром у каждого народа есть понятие вампиризма. И сейчас, к сожалению, такие взаимодействия бывают далеко не всегда безопасными и хорошими. То есть очень часто, когда происходит контакт, один человек теряет, другой приобретает. И такой контакт, конечно, очень хороший. Но бывает, наоборот, когда обогащают друг друга. Под вампиризмом подразумевается способность одного человека отбирать энергию из ауры другого. Причины перекачки энергии разнообразны. Это плохое состояние здоровья, зависть, злость, бытовые и служебные конфликты. Но возможно ли каким-то образом почувствовать энергетического вампира? Да, безусловно. Такой человек неосознанно, даже для себя, стремится подойти к вам как можно ближе, стремясь при этом смотреть пристально в глаза. В этом случае происходит максимальное сближение аур. И тогда начинается воздействие на энергетического донора. Вы сидите и с кем-то разговариваете. И в какой-то момент чувствуете, что вы начинаете уставать от этого разговора. То есть примеров очень много. Ну, это самое характерное. Когда человек устает от разговора с кем-то, он устает не потому, что разговаривает с этим человеком, а потому, что происходит перекачка энергетическая. Ну, это тоже можно назвать в какой-то степени энергетическим вампиризмом. Хотя собеседник может быть совершенно не посвящен в этом и ничего не знать об этом. То есть делать все это непреднамеренно. Как защититься от подобных проблем? Что необходимо сделать, чтобы наша аура была здоровой? Современная наука пытается сейчас осмыслить и изучить подобные явления, чтобы ответить на эти вопросы. А пока нам приходится пользоваться советами нетрадиционной медицины. Ограничьте свои контакты с незнакомыми людьми на работе, транспорте, отдыхе. При вынужденном общении не давайте подходить к вам ближе, чем на метр. Энергетический вампир весьма неуютно чувствует себя, если при общении ему не позволяют подойти близко. Вы это сразу заметите. Старайтесь быть спокойными, потому что, когда вы эмоционально возбуждены, ваша аура более подвержена вторжению. Именно поэтому нас часто провоцируют на конфликт. Старайтесь не контактировать с людьми, если вы подсознательно чувствуете их агрессивность. Слава Богу, Творец и Создатель людей дал нам возможность защищаться от таких нападений именно в тех случаях, когда наша аура находится в идеальном состоянии. Остается загадкой, откуда в древности люди обо всем этом так хорошо знали? И не просто знали, а умели управлять этими энергоинформационными процессами, а следовательно защищать и восстанавливать свои ауры. Поскольку человек рассматривался не как царь природы, а всего лишь как часть Вселенной во всем ее многообразии, то и причины любых недугов, как физических, так и нравственных, искали не в физическом, а в тонкоматериальном теле человека, его ауре, его сознании. И действительно, древние философы, древние ученые, они обо всем этом, о чем мы сейчас говорим, они знали и говорили. Это упомянуто и в индусских ведах, и в китайских философских трактатах, и в Идзине, и в еврейской кабале, и в египетских стеллах. То есть это все было известно древним ученым. Тысячелетия до нас люди Востока заметили, что действительно в человеческом организме существует что-то, ну, раньше они его называли божественной силой, божественной энергией и так далее, то есть характерное для всех людей обожествление всех незнакомых явлений. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры в Китае знали о существовании в теле человека энергетических каналов, названных меридианами. В 1962 году это подтвердил американский ученый Ким. Он обнаружил, что эти меридианы заполнены структурированной водой и являются каналами обмена информации в организме. Древние китайцы научились корректировать и управлять энергетическими процессами методом иглоукалывания. Они разработали сложнейшую систему акупунктуры и точно знали, где на теле человека расположены более тысячи биологически активных точек. Акупунктурными атласами, составленными еще в те древние времена, по сей день успешно пользуются медики во всем мире. Это доказывает, что пять тысяч лет назад люди уже знали о том, с какими органами связаны биоактивные точки и как они взаимодействуют с аурой. Вот пример такой классический, скажем, есть акупунктурная точка на ухе, там мышную раковину находится, связанная с желудком. У человека делается операция, резекция желудка, удается желудок. В точке на ухе желудка возникает шрам. Вот настолько сильная связь. То есть отрицать ее нельзя, она действительно есть. Но как эта информация передается, на уровне физиологии непонятно. В то же самое время в Индии развивалось другое направление. Это философия йоги. Йоги тоже стремились управлять вот этой невидимой нам энергией, которую они считали божественной силой. Это из книг древних индусов мы знаем о существовании ауры и наличии в организме семи сгустков энергии, которую называют чакрами. Каждая из чакр излучает энергию на своей частоте и связана с железами внутренней секреции человека. Наличие этих энергетических центров также подтверждается некоторыми современными исследованиями. Предполагается, что чакры являются некими генераторами биополя. Буддисты считают, что аура вокруг человеческого тела является собой палитру красок его души, отражает состояние здоровья и духовности человека. Реально, если посмотреть, то аура имеет много уровней, много слоев, о котором говорится и в индийских ведах, и в многих восточных книгах. А с другой стороны, нарушение одного из этих уровней приводит к нарушению функционирования внутренних органов и систем. Они все это связали в одну стройную систему, и, слава Богу, она не потерялась в веках, а дошла до нас. В христианской религии тоже есть упоминания об ауре. Согласно тексту XII века, приписываемого аббатству Сен-Виктора, это круглый или продолговатый ореол, окружающий тело в славе. Менделевидная аура, окружающее тело, подразделяется на три зоны, как выражение идеи Троицы. На всех иконах мы видим нимб над головой у святых, а это не что иное, как символ излучаемого внутреннего духовного света. Если говорить о религии, то, конечно, религия, она немножко в другой сфере работает, и цели у нее другие, потому что, все-таки, когда мы говорим о биополе, это некий аспект тела, потому что, в принципе, и тонкое тело, и плотное тело, это смертные оболочки, во всех религиях об этом говорят, любая религия, она заботится, прежде всего, о душе. И, соответственно, уже практики, связанные с душой, они имеют иную направленность. Конечно, ни биополе, ни ауру не стоит путать с душой, но не исключено, что именно аура является определенным посредником между душой и физическим телом. А иначе как объяснить тот факт, что после произнесенной молитвы аура не только выравнивается, но и становится больше? Многие разрывы и деформации затягиваются. Как объяснить, что аура беременной женщины, несущая в мир новую жизнь, новую душу, имеет идеальную форму? А это говорит только об одном, что самые высокие, самые духовные состояния меняют нашу ауру, делая ее более гармоничной, а значит, более здоровой. Абсолютно каждая наша мысль оставляет в ауре след, поэтому есть все основания считать, что человек в определенном смысле творит не только свою ауру, но и ауру окружающих его людей. Духовность — это проявление положительного энергоинформационного настроя данной личности, которая создает вокруг себя положительные мемы, положительные излучения имеет. Таким образом, всю эту энергоинформационную сообщество человечества, как бы сказать, получает положительный настрой. А бездуховность, то есть создание отрицательных энергетических скоплений, отрицательных энергетических вирусов, приводит к тому, что создается огромная масса отрицательной энергетики в пространстве, которая давит на людей, которая мешает им творчески развиваться, которая нарушает их духовный процесс развития. Вопрос о человеческих излучениях необычайно важен. Его изучение откроет человеку беспредельные возможности. За этим будущее медицины. Наше биополе — это что-то вроде энергетической батареи человека. Она заряжается от высоких мыслей и разряжается от воздействия зла. Все люди своими излучениями несут в мир добро или зло. Ничто так не обезображивает ауру, как зависть, злоба и низкие чувства. Ничто так не преображает ее, как доброта и любовь. Созвучие ауру, их согласованность лежит в основе истинной дружбы и истинной любви. Там, где часто ведутся духовные беседы, накапливается особая, благотворная для здоровья энергия. И аура, как невидимое волшебное зеркало, удивительным образом отражает все состояния не только физического тела человека, но и его души. Субтитры создавал DimaTorzok